Сейчас по всей стране идет массовая вакцинация от COVID-19. Медицинские работники прошли ее первыми. А вот как относится население к вакцине, какие реакции по ее введению были замечены, какие противопоказания и достоинства, об этом расскажет Альбина Ламкова. 9 октября первый этап, 30-го второй этап. Я имею иммуноглобулины G. Я вот вам покажу. Четкая полоска. И перенесла прекрасно живая, здоровая. Вот нахожусь перед вами. Жизнь должна быть не только длинной, но и качественной. Поэтому главный внештатный иммунолог Министерства здравоохранения, одна из первых, привилась от COVID-19. В октябре партия вакцины «Спутник Ви» поступила для медицинских работников. И по результату ее введения необычных реакций не было завиксировано, поясняет доктор. И это стало одним из шагов в борьбе с коронавирусом. Пандемия бросила вызов для человечества и медицины. Знакомство с вирусом и как лечить болезнь приходило постепенно. За минувший год доктора получили 9 методических рекомендаций Минздрава России в соответствии со Всемирной организацией здравоохранения. По ним изучали, сдавали зачеты. Так и прошел 20-й год, отметила Тамара Лайпанова. Весь мир объединился в борьбе с пандемией. И первые вакцины в России созданы совсем не на пустом месте. Они появились закономерно, уже на основе имеющихся разработок. Хоть мы называем новой коронавирусной инфекцией, это пандемический штамм, но как вирус, коронавирус, он известен уже давно. Ежегодно в структуре вирусных заболеваний коронавирусная инфекция, как обычная ОРЗ, занимала от 3 до 5%. В начале века были опасные такие звоночки для человечества. Это и заболевания в Гонконге атипичными пневмониями, это заболевания в Саудовской Аравии. Вот как раз в этот период, а это 2002 год, по заказу были сконструированы первые вакцины. Здесь напрашивается вопрос, почему наша страна разрабатывала. Ответ прост. Иммунобиологическая промышленность нашего государства еще с 20 века считалась авторитетной. Ее мощности удалось сохранить и даже в перестроечные 90-е годы, отметила иммунолог. Поэтому российская вакцина была изготовлена на основе уже имеющихся данных. Сейчас особо оговаривается вопрос о вакцинации детей до 18 лет. Им пока прививка не разрешена, потому что нет клинических испытаний. Но уже есть информация, что могут быть допущены и подростки. 99,9% болеют легко. Кто бессимптомно, кто легко. Мы работаем, наша детская поликлиника с марта неустанно работает в очагах. Дети, почтальоны, они приносят своим мамам, бабушкам, дедушкам инфекцию. Настанет этап, когда разрешат их вакцинацию. Вот мы их, этих почтальонов, цепь прерывем. Будет ли сопровождать коронавирусная инфекция человечество? Будут ли ежегодные актуальные вакцины? И как мы будем с ней жить, покажет время, сказала Тамара Ахматовна. Отчаиваться не стоит. С пандемией можно справиться, имея коллективный иммунитет. А как известно, он приобретается двумя путями. Переболев инфекцией или же приютавшись от нее. Последний намного лучше и безопаснее для организма, отметила иммунолог. Сейчас активно идет вакцинация. Прививают население. Часть людей еще не доверяют прививкам от COVID-19. Делали вакцину? Нет, не делала. А собираетесь? Нет. Не делала. А собираетесь делать? Нет, не собираюсь, потому что опасаюсь за последствия. Много противопоказаний. А почему? Не делали и не собираемся. Мы еще даже не болели. Мы не знаем, что это такое, поэтому навряд ли мы что-то сделаем. Я боюсь, потому что я думаю, мало ли вдруг какие-то побочные. Смысла нету делать. Конечно, жить-то хочется всем. Дети есть, родственники есть. Конечно, буду. Обязательно буду. Уже сделала. Посмотрим через год. Посмотрим на результаты. Пока нет. Пока нет. У меня слишком много побочных болезней. Поэтому немножко восстановлюсь потом. Действительно, противопоказания у коронавирусной вакцины, как и у всех препаратов, есть. А если у человека хроническое заболевание, то оно должно быть в стадии ремиссии. Поэтому в любом случае решение о вакцинации необходимо принимать при участии врача после проведенного осмотра. Человеку с хроническим заболеванием прежде всего нужна консультация профильного специалиста, который оценит состояние здоровья и риски обострения болезни. Но с заключением все равно нужно идти к терапевту. Именно они обладают нужной компетенцией для того, чтобы рекомендовать вакцинацию. Или, напротив, предостеречь от нее. Такой алгоритм действий будет наиболее верным. Альвина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево, Черкесия.